Здравствуйте, Владимир Олегович. Российское общество «Здание» запустило проект «Умные недели». Как раз на базе Крымского федерального университета будут проходить лекции. В каком формате они будут, учитывая, что сегодня очень непростая эпидемиологическая обстановка на полуострове? Ну, сразу скажу, что этот формат традиционен для настоящего времени. Лекции читаются дистанционно. Задача Крымского федерального университета в этом вопросе обеспечить площадку, каковой стала наша точка тепения. Там есть все необходимое медийное оборудование, поэтому лекторам общества знаний очень удобно читать лекции и доносить до слушателей ту информацию, которую они считают нужным донести. Насколько эти лекции будут полезны для студентов и кроме теоретических знаний будут ли практические задания? Ведь нужно же как-то полученные навыки применять. Понимаете, здесь формат не позволяет говорить о практических знаниях. Этот цикл умных недель, который идет сегодня, завтра и заканчивается 22 октября, посвящен проблемам медиа и маркетинга. Специалисты из этих областей как раз и будут рассказывать студентам о многих аспектах, связанных с деятельностью и с профессией медийщиков и маркетологов. Ухудшается у нас эпидемиологическая обстановка на полуострове. В каком режиме планирует работать Крымский федеральный университет? Планируете ли вы вернуть студентов на дистанционное образование? Однозначного ответа на этот вопрос нет. С 11 числа на неделю мы ушли в дистант. Это было оправдано, потому что ухудшалась эпидемиологическая обстановка в университете. Количество заболевших ковидом росло. Сделали перерыв, разорвали связи между участниками образовательного процесса. Преподаватели в основном оказались тоже дома, поскольку они имеют возможность вести занятия со своих рабочих мест и из дому. Студенты, кто остался в общежитии, а большинство уехало это по домам, в том числе и на континент. Соответственно, за это время, скажем так, контакты были обнулены. И вот Андрей Павлович Фололеев проводил в понедельник онлайн-совещание с директорами, с проректорами. И директора как раз докладывали о том, что заболеваемость именно ковидом пошла вниз. Да, ОРВИ есть, ОРВИ сохраняется, но именно ковид, как самая опасная на сегодня вирусная инфекция, она достаточно резко пошла вниз. Ну, поэтому, скажем так, возвращение к частично очному формату, объясню сейчас почему, частично очному, мы считаем совершенно оправданным. Частично очные лекции потоковые читаются дистанционно, чтобы избежать концентрации студентов в аудиториях. А лабораторные, практические занятия, семинарские занятия, они идут в очном формате. Потому что количество студентов меньше, их можно рассадить в аудиториях соответствующим образом. Ну, и плюс к тому соблюдаются, безусловно, необходимые требования, точнее, все необходимые требования Роспотребнадзора. И масочный режим, и измерение температуры, все это имеет место сегодня. Поэтому мы надеемся, что в университете нам пока удастся удержать все, так сказать, на относительно низком эпидемиологическом уровне. Ну, и если, насколько я понимаю, уже принято решение о выходных днях, о нерабочих, точнее, днях с 30 октября по 1, прошу прощения, по 7 ноября, значит, соответственно, вот эти 8 дней позволят нам еще снизить эпидемиологический порог в университете. Ну, а дальше по ситуации мы прекрасно понимаем, что если глава республики будет принимать соответствующие решения на Крымском полуострове, естественно, что и Крымский федеральный университет, как образовательное учреждение, действующее на территории Крыма, тоже будет подчиняться решениям главы республики. Крымский федеральный университет развивается стремительными темпами. Какие направления сейчас популярны у студентов? И есть ли какая-то статистика, где устраиваются выпускники? Скажем так, у нас процентов, наверное, 70-80 выпускников устраивается по специальности. Да, не в первый год здесь статистика именно об этом говорит, потому что ребята все равно ищут себя. Это, естественно, это нормально. А с точки зрения популярности, знаете, если говорить по количеству поданных заявлений абитуриентами, то здесь ситуация из года в год повторяется. Это специальности медицинской академии, это политология, это, скажем, реклама и связь с общественностью, это юриспруденция. Вот они, как правило, удерживают лидерство. Могу сказать о том, что университет определил для себя ключевые области и научных исследований, и, соответственно, как мне представляется, в этих же областях нам нужно развивать и новые образовательные программы. Это, например, аграрная сфера, это рекреация наша и оздоровление граждан, то есть вся курортная сфера, по сути дела. Это, безусловно, здравоохранение, это биотехнологии и некоторые другие. Все направления этого рода, все эти кластеры, если говорить в экономических терминах, они сами по себе меж- или мультидисциплинарны. И требуют подготовки специалистов разноплановых, что как раз и может обеспечить такой крупный образовательный центр, как Крымский федеральный университет. Есть ли заинтересованность у молодых преподавателей? То есть Крымский федеральный университет обеспечивает ли местами молодых преподавателей, которые хотят связать свою жизнь с наукой? Сейчас как раз эти вопросы решаются. Здесь надо сказать о том, что сегодня финансирование научных исследований идет прежде всего через различные гранты. Это и мегагранты на десятки, иногда и сотни миллионов рублей. Это и относительно небольшие гранты на 5, 10, 2, 3 миллиона рублей. То есть в этом контексте, конечно, если ты хочешь развиваться и участвуешь в конкурсах на получение грантовых денег, то здесь я не вижу больших препятствий для молодежи в решении этих задач. У нас есть другая проблема, и сейчас пути ее решения в университете уже обсуждаются. Это проблема больше скорее на социального характера. Вы же понимаете, что стоимость жилья сегодня очень высока. Вторичный ли рынок, первичный, неважно. Поэтому здесь университет ищет пути решения этой проблемы. Ничего не буду сейчас говорить, потому что готовых решений нет, но мы прекрасно понимаем, что если мы не сможем предоставлять нашим молодым талантливым выпускникам некий социальный пакет, то, естественно, говорить о закреплении молодежи, а у нас далеко не все симферопольцы учатся или жители Симферопольского района, мы не сможем обеспечить закрепление этой молодежи в университете. Поэтому эта задача комплексная, университет над ней работает. Я думаю, что в обозримом будущем мы уже увидим первые серьезные шаги для решения этих вопросов. Отлично, спасибо большое за интервью. Желаем вам удачи и новых побед. Спасибо большое.